Добрый день, уважаемые зрители и читатели зеленой точки старта! Сейчас я нахожусь на стенде, где представлен российский электрический гоночный автомобиль Sarma. И сегодня мы в очередной раз беседуем с Андреем Леонтьевым, идейным вдохновителем создания этого автомобиля. Андрей, расскажи о создании, идее создания этого автомобиля, кто принимал участие в его разработке, в комплектовании его силовой части и где он уже установил рекорд скорости. Значит, я тебя поправлю, извини, пожалуйста. Всем привет! Это не гоночный автомобиль, это рекордный автомобиль. И это принципиальная разница, потому что согласно регламентам международной автомобильной федерации, следовательно российской автомобильной федерации, действуют разные требования к гоночным и рекордному автомобилю. Это разные дисциплины. То есть рекорд и скорости это отдельная спортивная дисциплина, как кросс, как кольцо, как ралли, как ралли-кросс и так далее. И ты понимаешь, что машина, ездящая в кроссе, не может ездить в ралли. Ну да, и наоборот. Или в кольце еще, да? Вот. Уточняем. Это рекордный автомобиль. Рекордный автомобиль, да. Значит, машина создана для установления рекорда скорости по регламентам ГИА на дистанциях один километр с хода и один километр с места. В чем смысл? Пилот должен проехать дистанцию в один километр, где стоят финишные створы на выходе и входе, максимально разогнавшись сначала в одну сторону и потом в течение 60 минут в другую сторону. Подтвердив. Да. И средне арифметическое является его показателем. То есть это средняя скорость на дистанции, показанная в обе стороны. Никого не интересует максимальная скорость. Это очень просто ее достичь. Тяжело удержать максимально возможную скорость двух попыток. Именно вот на отрезке километра, удержание этой скорости и все это еще? Да. И есть это в обе стороны. При рекорде с места то же самое. Километр проходится в обе стороны, но старт дается от первого створа. То есть это разгон на дистанции в километр. И опять же считается не скорость выхода, а считается средняя скорость на дистанции в обе стороны. То есть это регламент, которому уже больше 120 лет. И вот эти 120 лет работают эти правила. Сам фестиваль, спортивное соревнование «Дни скорости на льду Байкала» появился, идея появилась в 2011 году и машины впервые вышли на лед в 2012 году. И вот как бы меня все время голодало, что все рекорды, такие вот великие, вот эти все боги, иконы, они все ездили на автомобилях специально построенных с нуля для достижения конкретной задачи. И вы тоже решили с нуля сделать? Вот мы решили 10 лет поработать, накопить опыт и 11 год нашего фестиваля, как бы мы перешли из детства в отрочество. И вот этот переход из детства в отрочество мы отметили постройкой уже первого рекордного автомобиля в нашей стране с 1984 года. Ты можешь себе представить, что с 1984 года, 40 лет уже, да, никто не строил гоночные автомобили специальные, вернее уже 80 лет никто не строил рекордные автомобили. Сами заметьте, уважаемые наши зрители, практически 40 лет мы не создавали специально с нуля гоночные, рекордные автомобили, и вот наконец-то его сделали. Да, более того я тебе скажу, что это уже в твой как бы огород не камень, а наоборот большое золотое яблоко. Последним рекордным автомобилем в нашей стране был электромобиль. Вот так вот, ребята. И поэтому мы решили совместить сразу два в одном. Если мы возрождаем традицию, мы возрождаем ее уже так, как надо. На все 200 процентов. То есть мы сделали и рекордный автомобиль, и рекордный электромобиль. Кстати, первый автомобиль, одни спец с вами, по идее, это был... 1899 год. Вообще человек преодолел впервые рубеж 100 км в час именно на электромобиле. Это был Жене Кантант, бельгийц Камиль Джунации. Это был 1899 год. Андрей, я бы тогда сказал, что на самом деле вот сейчас политика электромобилизации это просто возвращение на магистральный путь развития автопрома. Который прервался по независимым обстоятельствам. Прервался просто от отсутствия технологии создания обстановных батарей. Сейчас такие технологии начинают появляться и для вас. Да, 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 да. И вот пример как раз нашей машины, тоже пример создания особой батареи, которая наоборот рассчитана на максимальную отдачу большого количества энергии, да. И вот если мы говорим о конкретно этом проекте, то машина, во-первых, относится к особо малому классу. По классификации FIA это автомобиль до 500 кг. Это категория А, специально построенные автомобили. Группа 8, это электромобили 1. Это вот до 500 кг. Вот эта машина. Итак, эта автомобиль относится к категории А, специально созданные автомобили по классификации FIA. Группа 8, это электромобили 1. 1, это первая как бы ступенька, это машина до 500 кг. Ее вес 484 кг. То есть мы решили пойти как бы по ступенькам с первой, самой низкой. Отработав все те, ну скажем так, для нас непонятные моменты, которые могли бы возникнуть. Потому что это было уравнение со всеми неизвестными. Поэтому многие вещи здесь созданы с нуля. Из серийных решений, готовых решений, мы взяли шины автомобильные. Это Gislovet Nord Frost 200. Серийная шина с хорошим держаком. И машина дальше строилась вокруг колеса, по сути, да. Двигатель тоже. Это практически серийный мотор EDM. Привод RU. Резидент Московского Технополиса. Но двигатель с измененными характеристиками. То есть уже просто как бы с чип-тюнингом, так скажем. Да, нельзя простым языком говорить. Вот, максимальная мощность двигателя 30 кВт. Батареи, это вообще отдельная тема. Батареи были использованы в Ельце. Кстати, отмечу. Заметьте, двигатель российский. Производство компания Приводная Техника, Технополис Москва. Аккумуляторы тоже российские. Компания Энергия, Липецкой. То есть мы имеем дело... Шины тоже сделаны в Калуге. Несмотря на иностранное название, шины сделаны в Калуге, да. То есть мы имеем дело с абсолютно практически стопроцентно локализованной техникой, разработанной и созданной на российской базе. Да, она стопроцентно локализована. Потому что самая машина создавалась в лаборатории Петрокарт в Питере. Строилась, достраивалась на базе Стаса Лыжного в Иркутске, в Картинг-Иркутске. Вот. То есть и креатив, и конструктив есть российский. То есть идет. Со всей страны. Фактически вся страна, да. Вся страна участвовала в создании этой штуки. Машина проехала за время своего создания 6 тысяч километров. Вот уже разбросанные точки. Можете себе представить. Так вот, батареи, ну и вообще отдельные темы, они создавались специально под этот проект. С задачей именно обеспечить максимально возможный потенциал, реализовать максимально возможный потенциал двигателя. Чтобы энергии я поставил. Я не специалист в этой области, я всю жизнь ездил на машинах с ДВСами. Поэтому я поставил создателям задачу простую. Ребята, мне нужно, чтобы энергия из аккумуляторов выливалась как в унитаз. Просто сразу. И все. И понял. Говорит, Андрей, вы все поняли. И сделали прекрасно. Выполнили работу свою идеально практически. Раз эта машина на рекорд скорости, какой рекорд скорости она поставила на льду Байкал? Значит, у нее, ну, максимальная скорость, конечно, всех интересует. Максимальная скорость перевалила за 140, но за отчет идет средняя скорость, как мы уже говорили. Средняя скорость составляет 135,835 тысячных километров в час. Средняя, подчеркиваю, скорость. Это на километре схода. А на километре с места средняя скорость на дистанции в километр составила 91,2 километра в час. Так что, ну повторюсь, эта машинка маленькая, весом до 500 килограммов Причем без активной подвески Да, машина не имеет подвески вообще Пилотам пришлось очень не сладко из-за этого Потому что лед только кажется ровным, мы же по природному льду ездим Поэтому, конечно, машина иногда просто срывалась даже всеми четырьмя колесами Из-за отсутствия подвески Но все ребята, пилоты и Маша Леонтьева, и Стас Лыжин, все картингисты Все привыкшие к езде на бесподвесочных машинах Поэтому, в общем, шина оснастить амортизировала Поэтому, ну, что получилось, то получилось Мы не могли поставить подвеску, иначе мы бы вылезли в другой класс уже по весу Просто физически За 500 килограмм Да, за 500 килограмм Но следующая наша машина мы уже научились И понятно, что на следующий год, к следующему сезону, по крайней мере К следующим 12 соревнованиям, нашим Днем скорости на льду Байкала Мы хотим построить уже автомобиль полноприводный С двумя двигателями синхронизированными Уже с подвеской Машина будет выступать в классе от 500 до 1000 килограммов Она будет перебивать уже существующие рекорды Но мы надеемся, перебьем И мы рассчитываем, что в 200 она должна поехать По рекламному, по техническому Колеса должны быть закрыты Это просто требование Поэтому, скорее всего, это будет просто кузов Мы столкнулись с, вернее, ну как сказать Столкнулись, это негативное такое подтекст у слова есть А мы встретили очень такую мощную Эмоционально разумную, творческо-креативную поддержку Со стороны И тех ребят, которые делали батареи И тех ребят, которые поставили привод, контроллер То есть, обеспечивали сборку То есть, по сути Я не могу это перевести Нельзя перевести энтузиазм Энергии людей, добро в деньги Нельзя перевести Поэтому, это продукт Который создан действительно Вот, как, наверное, это делали На заре, так сказать, автоспорта Да, это делалось на энтузиазме И я считаю, что то, что получилось Превзошло все наши ожидания, на самом деле И дало нам возможность Действительно, уже серьезно думать о следующем проекте Каким образом получив этот опыт Мы уже можем идти дальше И понимаем, что вот этот автомобиль Который сейчас станет здесь Он свою функцию выполнил полностью То есть, это была такая первая ступенька Которая дала нам возможность Доказать, что мы это не садимся Прежде всего, что мы что-то можем И доказать всем потенциальным партнерам Что да, у нас есть потенциал Проект зажил своей жизнью Эту машину Можно примериться? Ради бога, вы можете, да, примериться И я думаю, что эту машину каждый сможет потом посмотреть В музее автомобилей мира У Димы Октябрьского Вот, но машина сделана под очень легкого И довольно субтильного пилота Когда идет набор скоростей, идет гонка Руки, наверное, скорее всего вот так, да? Вот так, да Вот так В положении 3 3, 9, да Локти прижаты к телу, да Чтобы максимально, да И вот твоя задача Минимально-минимально Чтобы только подруливать А лучше, чтобы вообще рулем не работать И вот представьте себе В таких, скажем так, условиях Довольно-таки На голом льду На голом льду Это вам действительно не Неровный асфальт Потому что, как правильно сказал Андрей Что это лед с волнами Потому что это озеро И без подвески Это довольно-таки героически на самом деле Вот Стас может вам рассказать подробнее Потому что именно он установил Один из двух рекордов Поэтому можете обратиться к нему А насчет педали Тут они Педаль тормоза И педаль акселератора Так То есть у меня Машина управляет по картинговому Левая нога на тормозе Правая нога Как в карте Так Левая нога тормоз Которым ты практически не пользуешься И я его не чувствую Потому что я нажимаю Я не чувствую А его там минимальный ход Там хода практически нет Ага Это ход для подтормаживания машины Там же нет необходимости Там нет поворотов Нет необходимости тормозить